Всем привет! Наконец-то непогода и мы нашли время рассказать вот об этом крыле от фирмы Flow. Это крыло А-класса, то есть для начинающих и для выпускников и учащихся летных школ парапланерных. Я лично налетал на нем 7 часов, пролетел маршрутик 25 километров и рассмотрел его в деталях. Немного технических данных. Я летал на размере S. Весовая вилка 75-95 килограмм. Вес крыла 4.75 и удлинение 4.9. Немного про ткань этого параплана. Ткань всего параплана, верхняя и нижняя поверхность не облегченная. И это говорит о том, что с этим крылом можно без проблем наземить и не бояться за его состояние. Свободные концы выполнены из 20-миллиметровой полиэстеровой ленты. И это говорит о том, что свободные концы достаточно широкие. На мой взгляд, это хорошо для учеников, потому что сортировка строп на земле и поиск нужной стропы или нужной ленты в воздухе будет проще. Наверное, я буду банален и скажу, что старт был хорошим. Но на самом деле, мое мнение такое, что любое современное крыло стартует хорошо. Конкретно про этот параплан от фирмы Flow я могу сказать, что крыло не имеет тенденции к выстреливанию вперед и достаточно хорошо стабилизируется над головой. Вот, посмотрите, как это было. Длина клевант большая и мне в воздухе приходилось делать один оборот, чтобы управлять комфортно. Мое мнение, что для учеников летных школ это наоборот преимущество, потому что, как правило, студенты склонны к перетормаживанию крыла. Параплан хорошо управляется задними рядами на акселераторе. Вот, посмотрите, это кадры из моего маршрута. С посадкой не было никаких проблем. Посадка была абсолютно такой, какой она должна быть. Мягенькой, с небольшой скоростью. Как правило, посадка на таких крыльях ассертификации всегда будет проходить хорошо, потому что производителям изначально заложена маленькая загрузка на квадратный метр. Продолжение следует... Погода позволяет. Я решил сделать коротенький маршрутик. Посмотрим, что из этого получится. Мой прибор показывает сейчас, что я пролетел 10 километров. Двигаюсь дальше. За все время на этом крыле у меня получилось полетать в разных условиях. Это были и просто слеты вниз, и полет в сильную термичку, когда я пролетел маршрут 25 километров на крыле А-класса. И мне кажется, что это очень здорово, когда на простых крыльях можно летать маршруты, и на самом деле оно чувствуется очень безопасным. Ну, собственно, все эти его оценки А об этом говорят. Я хочу показать, как здесь промаркированы ариды и вообще все свободные концы, как они выглядят в полете. Я бы хотел сказать, что Flow сделала хорошее современное крыло. На нем очень приятно летать, на нем приятное управление. Есть крылья легче. Это крыло сделано из тяжелой ткани. Здесь применены вот такие вот толстые ленты. Мне кажется, что оно хорошо подходит для обучения. Стартовать на нем легко. Мои старты можете посмотреть. Вот видео. Мне понравилось. Первое видео – это у нас прямой старт с площадки с небольшим наклоном. Идет сейчас фаза стабилизации и фаза контроля. После этого я начинаю разбегаться вперед, и можно заметить, что даже с ветром меньше 10 км в час получается хорошо стабилизировать крыло над головой. Здесь же площадка уже чуть более наклонная. Крыло не стремится обогнать пилота. Луди-Шиберг – место, где мы летаем после работы. Ветерок здесь уже такой приличный. Примерно 15, может быть, даже чуть-чуть больше километров в час. Получается даже хорошо постоять с крылом перед тем, как стартовать и провести все фазы контроля перед стартом. Крыло не обгоняет пилота. Дальше у нас идут уже маневры. Это, например, БС-Рыв. Можно увидеть, что БС-Рыв не пытается сам открываться. Стабильно крыло падает вниз. И после открытия тоже никуда не доворачивает. Вид с другого ракурса. Плавно затянули. 5 секунд подождали. Такой норматив. И после этого резко отпускаем. И можно заметить, что крыло не подвисает в парашютировании. Это важно. Сложение. Сложение здесь было с компенсацией. Сейчас будет тоже другой ракурс. И можно увидеть, что я складываю абсолютно весь А ряд. Вот я взялся правой рукой и хлоп. Добавил веса на здоровую сторону. И чуть-чуть добавил клеванты, чтобы выровнять и стабилизировать себя. Открывается все само. Прокачивать не пришлось. После этого уши. Уши здесь с акселератором. Сначала выдавливается акселератор по системе нашего обучения. И после этого мы складываем ушки. Хлоп. И полетели. Уши не пытаются сами открыться. Независимо от того, что мы летим на акселератор. Дальше идет маневр, раскачка по крену. Собственно, входили эти все маневры в обучение, которое я проходил. Здесь недавно я стал инструктором по парапланиризму. Нужно было вот это все показывать. И вот, например, восьмерка. Выход из восьмерки. И смена направления. То есть, каждый последующий 360 должен заканчиваться без всяких раскачках. И на слегка поджатых клевантах. Посадок много не сняли. Но вот одна из них. Всем спасибо, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok